Всем привет, ребят! В деревне на М8 находимся. Такие машины ездят. Лесовозы, обычные фуры, да? О чем сегодня видео будет, друзья? О том, как я готовлюсь к дальнейшей поездке, в нашем путешествии. Меня задают вопрос в комментариях в ютубе, что-то море не снимаешь. Я же уже вам говорил, что у меня травма. Есть и видео. Глупый вопрос-то зачем задавать? Поэтому снимаю о том, о чем приходится рассказывать, да? Где я нахожусь, то снимаю. Других вариантов нет. С травмой мне еще будет где-то минимум месяц, пока я разойдусь, да? Кости уже начали срастаться. Это радует. Боялся, что придется ставить спицы, но все обошлось. Сегодняшний ролик. По поводу, кстати говоря, политики. Друзья, готовится ролик. Вот почему я за Навального. Почему у меня именно такое мнение, что Навальный все-таки действует правильно. Он не лжец, никакой он не агент. Я вам это все объясню, но уже потом в подготовленном видео, чтобы не быть сейчас таким голословным, да? Просто вас проинформировал. Значит, машина. Многие уже знакомы с ней по тиктоку. Это у меня Pajero 2001 года. Двигатель 3.5 GDI. Данный ролик, наверное, больше к механикам относится, к судоводителям. Есть такая проблема с этим движком. Японцы от него уже давно ушли от этого двигателя. То есть, в этом бензиновом двигателе V-образный, да? Есть такая проблема, как ТНВД, да? Форсунки. Вот. И это основная, да? Такая непростая задача, которую нужно решать, когда приходит время. Так вот, вопрос к механикам. Друзья, в чем причина? Троение двигателя. Уже предыдущим владельцам поменялись, значит, форсунки, свечки, ТНВД. Я выбросил из варианта, как с ним проблема какая-то, да? Потому что в морозы в минус 35 даже заводился двигатель. То есть, работа двигателя на скорости по трассе нормально. А вот именно, когда нагревается, когда ты начинаешь снижать скорость, допустим, на заправку заехал, заправился, стартуешь, поехал. И в какой-то определенный момент начинает у тебя дергаться машина. Ты не можешь понять, в чем все-таки причина-то, а? Чуть погазовал-погазовал и поехал. В итоге потом загорается у тебя чек. Вот. Так же стоишь бывает на светофоре, начинает машина подергиваться, да? Заезжал в некоторые сервисы. Делали мы диагностику. В общем, показывал лямбду. Поменял я лямбду на данной машине. Вот. Мне сказали, что ребята, ну ничего, опять чек загорелся через 20 километров. Сказали, что надо перепрошивать. Короче, не знаю, перепрошивка там стоит 7 рублей. Вот на этом автомобиле. Чтобы просто перепрошить. И как мне говорят, что должно троение пройти. Ну, почему-то я вот в это не верю. Что какая-то перепрошивка может этому помочь, блин. Потому что, все-таки, машина не такая уж прям супер навороченная, да? Здесь все-таки более-менее все просто. Электроники-то не так уж и много. С новыми автомобилями. Поэтому, скорее всего, здесь проблема электрическая или механическая какая-то. Если механическая, конечно, это уже серьезно. С цилиндром какая-то проблема уже возникает. То есть, дорогостоящий ремонт. Я все-таки надеюсь, что электрическая проблема. То есть, вероятно, все-таки катушки, которые предыдущим владельцам плохо прикручены были. Вот видим, да? Не все болты есть. А вот на той, на последней, там вообще нету. То есть, она просто так висит и все. Перекрутить не получится, так как надо снимать вот этот весь коллектор, да? Чтобы поменять его на другой и прикрутить уже по-нормальному все катушки. И тогда, если опять начнут проявляться эти пропуски зажигания, соответственно, нужно будет и катушки тогда менять. Ну, если уже это не поможет, то придется свечки поменять. Поменяешь свечки, продолжится опять троение, да? Тогда я приду опять к этой проблеме по поводу прошивки. Вы посоветуйте мне, что все-таки сделать? Прошивку выкинуть 7000, да? И непонятно, через 20 километров снова у тебя машина затрейд или нет? И не могу вот найти реально специалиста, который определит, в чем же все-таки здесь дело. Так что, механики, специалисты, пишите. Может, водители есть, которые из моряков, да? Ездят тоже далеко куда-то. Стараются подобные поломки исправлять как можно быстрее. Так вот, вот-вот. У меня сейчас проблема. Ехать мне дальше еще 400 километров дальше. Да, я хотел в Вологду посмотреть тоже. Поэтому, почему бы нет? Ну и до Ярославля потом доехали. Конечно, в старом автомобиле пугают вот такие моменты, которые, не знаешь, не встанет ли она где-нибудь там на полпути. Потому что все-таки потом останавливаться где-то там в отеле, допустим, на полпути, да? Или ждать эвакуатор. Там кучу денег надо будет на это выкинуть. Поэтому вот. Есть возможность, конечно, покупать новый автомобиль, так как ее нет. Поэтому катаемся на старом. Опять же, Mitsubishi с отзывом говорят, что они бегают и по полмиллиона, и больше. То есть движки миллионники. Вот. Вполне вероятно. Это один из последних таких очень надежных поджериков. Поэтому тут, ну, спорить сложно. Меня, по крайней мере, он пока не подводил. Вот. Но есть еще один момент по подвеске. Тоже там передняя такая уже. У меня, допустим, здесь она подубитая. У меня все запчасти уже лежат. Передняя, сзади там. Все рычаги с сайлентблоки надо менять. Точнее, не рычаги, а только сайлентблоки в рычагах, чтобы сэкономить. Потому что сами рычаги стоят, сами понимаете, там, не знаю, там один рычаг тысяч десять будет стоить. А их тут, блин, получается, где-то восемь-то точно их есть. И спереди, сзади все вместе. То есть там круглая сумма выйдет. Вот. Поэтому меняем сайлентблоки. Шаровые все у меня надо менять. Что там еще про? Ступица, ступица левая, передняя. Потом стуки стабилизатора. Причем они и сзади, и спереди есть, да? Вот. Замена масла в раздаточной коробке. Также в коробке, кстати, автомате масло идеальное. Не пахнет ничего. Гарри, даже намека нету. Единственное, троение, и все, меня беспокоит. Ну и то, что гремит машина. Гремит машина на каких-то ямах, да? Ну, по-моему, 8, вот, в принципе, дорога, где машина чистее, да она, в принципе, вся такая и есть. То есть ехать-то проблем никаких не составляет. Дорогу сделали, слава богу. Это не 20 лет назад, когда дороги-то толком не было. Все делалось еще. Сейчас путешествовать в сторону Москвы, Питера, одно удовольствие. Да и, наверное, в другие большие города. Я думаю, трассы сейчас неплохие в целом. Конечно, единственный минус, потому что у нас всего две полосы, да, идет вот. Вся дорога вот такая узкая. В этом, конечно, есть своя опасность. Ну, тут надо соблюдать скоростной режим. Снижаться при расхождении вот с данными, допустим, фурами, да, Вольво. Чтобы, ну, просто, так сказать, исключить вероятность. Я, как судоводитель, я всегда вот думаю об этой безопасности, да, вождении. Не только в море, но и на суше. Это только вам поможет все-таки немножко дольше, наверное, прожить без всяких инцидентов, да, которые могут произойти в любой момент. Поэтому всегда думайте об этом. Все-таки транспорт автомобильный, да, это самый аварийный считается. Ну, все, ребят, давайте, пишите комментарии. У меня, в общем, какое заключение. Поеду я в любом случае путешествовать дальше. Ну, а что нам делать в отпуске? Не дома же сидеть. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok